Здравствуйте, уважаемые телезрители! Меня зовут Тендит Игорь Павлович, я врач-невропатолог. Сегодня мы с вами поговорим об основных признаках развития инсульта. Как я уже говорил ранее, инсульт или острое нарушение мозгового кровообращения – это заболевание, связанное в первую очередь с поражением артериальных сосудов, приводящее к нарушению питания клеток мозга, их гибели и возникновению тяжелых осложнений. Острое нарушение мозгового кровообращения или инсульт сопровождается следующими симптомами. Первое – это нарушение речи. Речь становится малопонятной, вязкой, больной заговаривается. Второе – это нарушение движения. Пациент не может поднять левую или правую руку. У него возникает онемение лица, онемение рук, ног. Третье – это нарушение сознания. Больной, как правило, либо кратковременно теряет сознание, либо полностью утрачивает сознание. Поэтому, если вы находитесь дома, и у вас возникли подобные симптомы, вы должны немедленно вызвать скорую помощь. Если подобные симптомы возникли у ваших знакомых, либо соседей, вы должны внимательно расспросить пациента, что он чувствует. Есть ли у него слабость в руке или ноге, есть ли онемение лица. Как правило, острое нарушение мозгового кровообращения или инсульт поражает одну часть тела. Это либо правая, либо левая половина тела. И вследствие этого страдает и нарушается движение, и возникает онемение либо в левой, либо в правой половине – лица, туловище, рук и ног. Вторая группа симптомов – это симптомы, которые определяются в стационаре или другом больничном учреждении. При поступлении больного в стационар он осматривается в первую очередь врачом-невропатологом. Проводится осмотр неврологический, включающий уровень сознания больного, рефлексы, наличие или отсутствие патологических симптомов, менингиальных знаков. Больному выполняется компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, которая позволяет в первые часы заболевания обнаружить наличие очага, локализовать его и прогнозировать дальнейшее состояние больного. Поэтому, если у вас возникают вышеперечисленные жалобы, или они возникают у ваших знакомых, вы обязательно должны вызвать скорую помощь или обратиться в ближайшее лечебное учреждение, для того, чтобы вовремя выявить заболевание и начать его лечение. В следующем нашем выпуске мы поговорим с вами о лечении острого нарушения мозгового кровообращения. Всего хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok